Российский миллионер Ленур Ислямов широкую известность в Крыму получил в 2011 году, когда стал основным владельцем крымско-татарского телеканала АТР. Вскоре, благодаря инвестициям и приходу известных журналистов, он стал самым популярным в Крыму. Между тем, крупный бизнес у Ислямовых появился на полуострове ещё в начале 2000-х. Отец Ленура Эдем Ислямов был соучредителем компании крупнейшего перевозчика SimCityTrans. В 2007 году Ленур Ислямов стал её единственным владельцем. В 2010-2011 годах появляются охранная фирма «Заслон», рекламное агентство «Леганс плюс», грузовой перевозчик «Араба», автоспеццентр имени Хаваджи, позже сеть магазинов по продаже компьютерной техники и телефонов Apple iCom. Ленур Ислямов, несмотря на российское гражданство, пытается влиять на политику Меджлиса крымско-татарского народа. В 2013-м, накануне выборов, нового состава Меджлиса заявляют, что Мустафа Джимилев должен выйти из его руководства. Менее чем через год после оккупации Крыма России Ленур Ислямов, не будучи делегатом Курултая, убеждает соотечественников сотрудничать с новой властью. Меджлис принял решение об участии в правительстве Аксёнова. Мы делегировали двух наших соотечественников, Ислямова Ленура и Заура Смирнова, для участия в решении этих вопросов. При этом мы указали то, что эти представители, делегированные Меджлисом, еженедельно будут отчитываться на заседании Меджлиса о ходе решения тех вопросов, которыми они занимаются. По истечению двух недель мы примем уже окончательное решение о том, стоит ли принимать дальнейшее участие в исполнительных органах власти республиканского уровня. После назначения вице-премьером так называемого правительства Крыма Ислямов заявлял о намерении сделать все, что нельзя было сделать при Украине и создать для потомков новый мир. Мы сможем сделать на самом деле то, что долгие годы не удавалось сделать, находясь в составе Украины. Это действительно исторический шанс. Если мы этого не сделаем, если мы так попустительски, популистски отнесемся, мы это там, мы то там, мы не признаем, это можно делать. Только в том случае, если люди безответственные, а мы ответственные люди. Поэтому мы должны сделать так, чтобы следующее поколение сказало, что им было сложно принимать такие решения исторические, но они это сделали. И сейчас мы живем в другом, на самом деле, как бы там мире. То есть мы должны этот мир создать. Вместо двух недель Ислямов пробыл в кресле вице-премьера оккупационного САВМИ на два месяца, после чего был уволен, по словам Аксенова, за профнепригодность. На работе его автомобильного бизнеса отставка никак не отразилась. Но главным раздражителем для оккупантов оставался неподконтрольный телеканал АТР. 1 апреля 2015 года он прекратил свое вещание. Телекомпании не удалось получить регистрацию в качестве СМИ и получить лицензию. Прекратили вещание и входящие в медиахолдинг АТР, детский телеканал Ля-Ле, ФМ-радиостанции Мейдан и Лидер. АТР возобновил вещание из Киева, куда Ислямов перевел оборудование и редакцию. В августе 2015 в столице открылся и его магазин «Айком». При этом сеть магазинов в Крыму, как и компании-перевозчики, продолжала работать. В сентябре Ленур Ислямов стал одним из инициаторов гражданской блокады поставок украинских товаров на оккупированный Россией полуостров. В Крыму против него возбудили уголовное дело, а на продолжавших работать предприятиях начались обыски. Силовики приходили неоднократно на СИМ-сети Транс и в бывшей редакции телеканала АТР. Обыски прошли и в Москве, в офисах Джастбанка, а также в домах руководства предприятий и родственников Ислямова в Крыму и в России. По поводу тех, которые обыскивают и ищут, видимо, в моих домах, и в домах моих родителей и близких людей, что-то забыли они там? Они, скорее всего, забыли собственную совесть. Вскоре Ислямов объявил о сворачивании своего бизнеса на территории полуострова. Закрылись четыре магазина сети «Айком» в Симферополе, Ялте и Севастополе. Но ненадолго, спустя месяц, они открылись, сменив вывеску с «Айком» на «Рустор». Компания «Рустор» зарегистрирована на Наврезову Нурье Шевкетов, но которая ранее, следуя украинским реестрам, никаким бизнесом не владела. Теперь же, кроме «Рустор», ей принадлежит предприятие «Рикет» с видами деятельности, торговля и полиграфия. Уставные фонды обеих фирм всего по 10 тысяч рублей. Учитывая, что лицензированной техникой «Эппл» в оккупированном Крыму торговал только «Айком», стоить эта сеть должна была немало. Поэтому сомнительно, что ее мог выкупить человек, не имевший никакого бизнеса и получивший в прошлом году участок под дом в «Белом-5». Не исключено, что и эта компания была просто перерегистрирована на доверенного человека, как это произошло практически со всеми предприятиями Ленура Ислямова. Компании в России на супругу. В Крыму на отца оформлены «Симсити Транс», «Араба», «Автоспеццентр». Рекламная компания «Элеганс» зарегистрирована на «Эрвина Сеферова», охранная фирма «Заслон» на «Селима Арифова». Но юридические адреса те же, что у всех компаний Ислямовых. Договор об обслуживании семи автобусных маршрутов в Симферополе так называемой власти города расторгли «Симсити Трансом» только 20 мая этого года. При этом за предприятием остались еще семь маршрутов. То есть оно продолжает работать. Перерегистрированная после оккупации Крыма ООО «Квиннгрупп», которая торгует автомобилями, не находится в стадии ликвидации. А вот в России бизнес Ислямова действительно пострадал. В отношении российской сети компании «Квиннгрупп», крупного дистрибьютора автомобилей в России, Казахстане и Украине, введена процедура внешнего управления. По данным судебных решений, компания задолжала кредиторам около полутора миллиарда рублей, из которых более миллиарда российскому Сбербанку. В декабре 2015-го она была признана несостоятельным банкротом. После начала блокады поставок в Крым в ноябре 2015-го года Центробанк России отозвал лицензию «Джастбанка» Ислямова. Причиной названы нарушения в отчёт.